Как бы якосно не была проведена операция, я и выник садя на нуль, когда не будет належного догляду. Миновитах это обовязок медсестер. Часом убрать без здоровья пациенту, потребны и добрые слова и гумор, бо смех, як вадома, так само лечить. Мабыть, миновита тому конкурсе профессийного майстерства, у дельники повинны были проявить и свои артистичные таленты. Мы оцениваем не только профессиональное мастерство наших конкурсантов, но и их другие качества. Это артистизм, это их коммуникабельность в отношении в коллективе, по отношению к больным и пациентам. Это кулинарные способности. Лепшую медсестру Гомельской области выбирают уже в третий раз. Все лето за перемогу змогались и 19 удельников. Усе яны уже стали лепшими в своих установах. А лишь тут шлях до пьеды стало бы больше складанным. Пройсти его треба было просто четыре конкурсные выпробования. Проверка профессийных ведов и навыков – самая складанная частка конкурса. В таком моменте уральнем житель. Часу нахваливания нема, як и право на помолку. Сегодня медсестр на Гомельщине рыхтуют две кузницы – Гомельский и Мазырский колледжи. Проходные баллы у них застаются неизменно высокими, что еще раз подтверждает престиж профессии. На сегодня медицинские установы в области укомплектованы медсестрами амально 100%. И до речи все больше часто эту профессию выбирают мужчины. Я работаю на отделении скорой медицинской помощи на Ролянской центральной районной больнице с 1998 года. То есть на сегодняшний день это уже 21 год моей службы. Профессия очень тяжелая, очень серьезная и очень ответственная. Александр Зайца до речи стал переможцам у номинации «За волю до перемоги». Другое призовое место у Катерыны Тимошенко из Гомельской областной детячей клиничной больницы. Лепши медсестры Гомельской в области сё лета стала супрацовница Речицкой центральной районной больницы Марына Дулуб. Аганна Ковалёва, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Реклама Реклама Реклама